Всем привет, меня зовут Редрагон и сегодня у нас несколько необычное видео. Поговорим о Цезаре, но не в формате гайда, а небольшого обзора и первого впечатления. Это видео записывается на специальном контент-креаторском сервере, за доступ к которому спасибо разработчикам. И это значит, что это не финальная, не релизная версия. С релизом что-то может измениться, о чем я конечно же сообщу, если это произойдет. В этом ролике я вам кратко расскажу, что делает Цезарь, а также поделюсь своими впечатлениями о игре на ней. Ближе ко дню релиза Персай выпущен на нее полноценный гайд и вы в этом мне можете помочь. И если у вас есть какие-то вопросы или интересующие моменты касательно этого персонажа, то обязательно пишите об этом в комментариях. Таким образом, что-то особо важное или интересное я наверняка не упущу, а вам будет еще интереснее и полезнее. Так что ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны и начинаем с небольшого обзора. Цезарь является персонажем физического элемента специальности обороны, танка. Но фактически, как многие уже знают, она вмещает в себя довольно много функций. И я, честно говоря, думал, что ее функции ограничиваются исключительно повышением выживаемости и бафами персонажей. Но я довольно сильно ошибался. Щит, который она дает команде, который активируется ее ешкой, ультой, цепочкой атак, либо контратаками, скейлится от ее импульса. Импульс это параметр скорости набора шкалы стана на противнике. То есть, соответственно, то, что мы собираем персонажем устрашение, чтобы быстрее оглушить врага. То есть, этим Цезарь нам уже намекает, что она не только защищает и бафает, но еще и будет оглушать противников. Также, этот щит, кроме того, что он не пропускает дамаг в ХП, он также дает защиту от прерывания. Персонажи не могут сбить с ног, что весьма и весьма важно для многих. А также, персонаж, защищенный щитом, получает баф силы атаки на 1000 единиц. Сам щит, как и все эти бафы, действует 90 секунд, либо до момента, пока его не сломают. А когда его сломают, бафы будут действовать еще 5 секунд. Но если 1000 единиц силы атаки вам мало, то при активации ее дополнительной способности, она также при использовании своих основных атак и контратак, может бафнуть входящих противников урон на 30 секунд в радиусе 7 метров. Что особенно забавно, учитывая, что ее усиленная холда еще и притягивает противников к себе. Только сразу хочется отметить, что вот этот получаемый противниками урон, это не модификатор слабости, не модификатор повышения урона 1 к 1. То есть эти 25% идут в обычный модификатор урона, ну или элементального урона. Для тех, кто знаком с ХСР, к этому можно относиться как к культе Авантюрина. Ну и сама дополнительная способность активируется также довольно просто. Нам нужен либо персонаж той же фракции, либо персонаж, у которого есть помощь в защите. У нас есть два вида помощи. Помощь в защите и помощь в уклонении. Для тех, кто не очень понимает все-таки о чем речь. Речь идет о контр-атаке, о парировании, которое мы вызываем путем смены персонажа. Помощь в защите это когда вы вызвали следующего персонажа в тайминг контр-атаке и он блокирует удар противника. Помощь в уклонении это когда вы переключаетесь на этого персонажа и он не блокирует атаку противника, а уклоняется от нее. Таким образом мы имеем, что и доп способность у нее сильная и также легко провокается. И перед тем, как я расскажу об основном ее плейстайле, опять же я изначально думал, что даже несмотря на то, что мы ее собираем в импульс, Несмотря на то, что у нее в сигне также есть импульсы и дополнительные параметры оглушения, я очень сильно сомневался, насколько хорошо она может встать на слот обычного персонажа устрашения. Поэтому основные пачки, которые на данный момент протестил, это была пачка с Селлен, и я ставил Цезаря вместо Ликаона. Пачка с Джу Юань, где Цезарь шла вместо Ценьи. И пачка с Джейн, которая выглядела как Джейн, Сет и Цезарь. И я скажу так, во все эти пачки Цезарь вставала хорошо. И станила она также весьма и весьма неплохо. Главный смысл персонажа устрашения, как можно быстрее оглушить врага, чтобы увеличить входящий в него урон. Плюс многие из них имеют дополнительные свойства на увеличение этого финального множителя урона. Но фактически, пока противник не оглушен, эти персонажи не представляют никакой ценности и никакого бафа урона всем нашим остальным членам команды. В то время как Цезарь бафает их всегда на момент до оглушения, в момент после оглушения. То есть фактически мы имеем персонажа, который тоже может хорошо оглушать и предоставляет нам баф на протяжении всего боя. Но когда противники оглушены, дополнительного увеличения модификатора вторящего урона после оглушения там нет. Что опять же компенсируется бафу на протяжении всего боя. И именно по этой причине Цезарь во многих командах, которых я протестил, могла играться и ощущаться даже лучше, чем предыдущие станеры. Например, говоря о команде с Джуянь, нередко может быть такое, что вы слишком много стакаете патронов. Но если вы будете их тратить вне окна стана, то урон будет, ну, не то чтобы очень большой. Ибо практически весь основной урон Джуянь наносит как раз таки в момент, когда мы станем противника и мы прокатываем нашу основную ротацию. И заменив Ценни на Цезаря, я получил чуть более быстрое прохождение комнаты. Но для этого мне пришлось немножко поменять свой плейстайл. Если до этого я просто выносил Ценни и долбил ей, пока противник не оглушится, то с Цезарем я выхожу, даю баф и как только у Джуянь появляются заряженные выстрелы, я их расходую. Ну, естественно, под бафом Николь. И к моменту, когда противник уже полноценно застанется, после пул цепочки атак, у Джуянь уже снова полный дробовик. То есть, таким образом, к моменту, когда противник получит первое оглушение, он уже впитает в себя много урона. Намного больше, чем если бы вместо Цезаря, опять же, стояла какая-нибудь условная Ценни. Так что, как бы странно мне это не казалось, но она действительно неплохо встает на роли станера-оглушателя в команду. Но, конечно, несколько меняется плейстайл. Ибо за Цезаря мы не тусуемся постоянно на поле. Поскольку ее главная задача это под парированием выйти на поле и, когда ее атакуют, прожать ее Ешку. Раздавая щит, бафы и дебафы на врагов. Которых еще, кстати, можно собрать кучу ее заряженной атакой. Сделав это, вы убираете ее в карман и долбите противника в другими вашими персонажами. Далее, я также немного потестил Цезаря в пачке с Эллен. Не скажу, что я супер мастер игры за Эллен. Но, кажется, более-менее основные ротации геймплей я за нее прочухал. И разницы с Ликаоном я увидел там не очень много. То есть, местами она выступала лучше Ликаона и комната закрывалась чуть быстрее. Другими местами примерно так же. Однако, у Цезаря есть один несомненный плюс, которого у Ликаона нет. А именно, это сопротивление прерыванием. Если Эллен вдруг сметут во время ее основной камбухи, то потери урона могут быть довольно ощутимые. Так что Цезарь выглядит как более комфортный и, наверное, все-таки даже более сильный тиммейт, нежели Ликаон. Так что, если у вас вдруг его на аккаунте нет, а через Эллен вы играете, то, возможно, забрать Цезаря было бы для вас крайне полезным пиком. Ну и напоследок, как я уже сказал, я также ее запихнул в пачку с Джейн и с Сетом. И результаты были довольно хорошие, поскольку дамага я от противников не получал вообще. Ибо активный персонаж, в данном случае Джейн, всегда ходит под двумя щитами. Это щит от Цезаря и щит от Сета. И самое прикольное, на мой взгляд, здесь заключается в том, что противники сначала бьют по щиту Цезаря. Что также довольно важно для поддержания бафа, который обеспечивает нам Сет, поскольку он нас бафает, пока на главном персонаже висит его щит. А учитывая, что щит Цезаря сам по себе еще дает кучу бафов, то тут вообще комбуха получается также очень крутая. Поэтому, честно говоря, как персонаж Цезарь меня очень сильно удивило в хорошую сторону, ибо я не ожидал от нее такого уровня силы. Это даже немного пугает, поскольку такой сильный персонаж выходит на таком раннем этапе игры, а что нас вообще будет ждать дальше? Тем не менее, несмотря на весь уровень ее силы, она не выглядит каким-то супер ОПшным или сломанным персом. Поскольку она не делает того, что обеспечивает бафами такими, что ваш главный ДД выходит, и противники просто умирают. То есть, такого нет. Но с точки зрения добавления комфорта и общего увеличения, так скажем, работоспособности пачки, она ощущается очень и очень здраво. И последнее, что меня беспокоило в случае Цезаря, когда я узнал, что она работает от импульса, это ее амплификаторы. Ее сигнатура и амплификатор дают импульс вторичным статом, и других амплификаторов обороны, которые так делают, у нас нету. И плюс эффекты этого амплификатора усиливают и ее щит, а также дополнительно бафы это глушение. И ты такой смотришь и вспоминаешь, что другие амплификаторы обороны дают нам ХП, защиту и прочую ненужную бредятину. И типа, а что делать-то тогда? И один из резонных вариантов, как можно поступить, это дать ей амплификатор специальности устрашения с вторичным статом импульса. Чтобы хоть как-то компенсировать то, что импульса у нас нету в статах амплификаторов обороны. Для тех, кто не знает, мы можем повесить амплификатор любой специальности, и у нас будет работать вторичный стат, но не будут работать эффекты. Но в данном случае на эффект нам, в общем-то, пофигу. Однако, нам не обязательно перебегать к тому, чтобы использовать какие-то окаменелости на Цезаре, поскольку у нас есть вот такой вот оригинальный трансформатор. Когда атакуют владельца этого амплификатора, у него бафается импульс на определенное время. А Цезарь как раз-таки персонаж, которого нам нужно, чтобы били. Кроме этого, этот амплификатор, если я ничего не путаю, это вряд ли крафтится, и это значит, что его можно наложить до максимума, условно говоря, на халяву. И, в общем-то, последние свои забеги я сделал за Цезаря именно с этим амплификатором, и скажу так, я не то чтобы почувствовал огромную там разницу с ее сигной. То есть она, безусловно, есть, но я не скажу, что она прям настолько сильно велика. То есть если бы этого амплификатора у нас не было, то тогда наверняка бы ситуация была несколько более драматичная, но ввиду того, что у нас существует хотя бы какая-то альтернатива, то все не настолько-то уж и плохо. Ну и в целом, это все, чем я хотел с вами поделиться насчет Цезаря, так что вы тоже поделитесь своими мнениями, впечатлениями и, главное, какими-то вопросами по ней, чтобы в своем предстоящем гайде я мог на них ответить. Так что, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, приходите на стримы и увидимся в следующих роликах и на стримах. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok